Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. Представляю вашему вниманию цикл из двух лекций, посвященных технологическому оборудованию для сетования. Просеивание или сетование происходит при условии относительного перемещения сетовой поверхности и частиц продукта. При этом частицы меньше или равные размеру сита проходят сквозь сита, а частицы большие размера сита остаются на нем. Частицы, которые прошли сквозь сита, называются проход, частицы, которые остались на сите, называются сход. Сита выполняются с подвижной и неподвижной поверхностью. Сита применяют в хлебопекардом, кондитерском и крахмальном производствах. В этой видео лекции я расскажу вам про технологическое оборудование для сетования с подвижной поверхностью. Машины для просеивания муки. Просеивание муки на хлебозаводах и других пищевых предприятиях, где она используется, носит контрольный характер. Целью просеивания является отделение от муки и народных примесей, волокон от мешков, обрывков шпагата, мучных вредителей. Кроме того, в процессе просеивания мука разрыхляется и аэрируется, что положительно влияет на брожение теста, выход и качество хлебобулочных изделий. Основным рабочим элементом просеивателей является сита, которая выполняется из металлической сетки, изготовленной из стальной низкоуглеродистой отожженной, а также из латунной или фосфористо-бронзовой проволоки. Кроме сетчатых сита могут выполняться штампованными. Кроме металлических сит могут использоваться капроновые сита. Сита характеризуется номером, который указывает размер стороны ячейки в свету в миллиметрах. Например, сита номер 2, номер 1,6, номер 0,9. Имеют соответственно размеры ячеек 2, 1,6, 0,9 мм. Для просеивания пшеничной муки применяются сито от номера 1 до номера 1,6. Для ржаной от номера 2 до номера 2,5. Просеиватели, применяемые на хлебозаводах можно разделить на две группы. С плоским ситом, с цилиндрическими или пирамидальными барабанными ситами. В машинах первой группы сита совершают возвратно-поступательное движение в горизонтальной плоскости или колебательное в вертикальной с амплитудой колебания от 0,3 до 1 мм. и частотой колебания до 3000 в минуту. Достоинством просеивателей с плоским ситом является высокая производительность до 8 тонн в час с 1 квадратного метра поверхности сита. Недостатком большой шум, повышенный износ сита. Из просеивателей с плоским ситом в настоящее время применяются просеиватели с возвратно-поступательным движением сита. Рассмотрим его подробнее. Просеиватель с возвратно-поступательным движением сита применяется для просеивания муки и сахара песка и состоит из металлического или деревянного ящика 4, который укреплен на четырех пластинчатых пружинящих опорах 1. В нижней части ящика укреплено сита 3. Ящик приводится в колебательное движение двумя шатунами от коленчатого вала 6, который вращается от электродвигателя 8 мощностью 0,75 кВт и частотой вращения выходного вала 930 оборотов в минуту. Вращение передается через ременную передачу 7. Мука, поступающая через воронку 5 на сито, просеивается и направляется по наклонному днищу в канал 2 и далее на производство. Достоинство этого просеивателя заключается в высокой производительности и несложной конструкции. Недостаток в необходимом удаления схода вручную и значительный распыл муки при ее загрузке. На производстве также широкое применение нашли просеиватели второй группы – бураты. Пирамидальный бурат PB-1, выполнен в виде сетового шести или пятигранного барабана 4, укрепленного спицами 6 на горизонтальном валу 5, расположенном в подшипниках скольжения 1. Грани барабана представляют собой съемные рамки, на которых натянуты плоские сета, общей площадью 1,5 кв. м. Рамки укрепляются на каркасе барабана с помощью болтов. Барабаны и все элементы бурата помещены в металлический корпус 9. Вал приводится во вращение от электродвигателя мощностью 0,5 кВт, частотой вращения до 1400 оборотов в метуту, через червячный редуктор и ременную передачу. Мука или другое пищевое сыпучее сырье, например, сухой крахмал, экструзионный крахмал и т.п. Поступает через отверстие 2 и шнеком 3 перемещается внутрь барабана, который вращается с частотой от 40 до 60 оборотов в минуту. Просеянный продукт рассекается на два потока щитками 10 и проходит мимо полюсов магнитов 11, которые очищают его от ферропримесей. Далее он поступает в шнек 8, который направляет его на производство или на упаковку в зависимости от технологического процесса, в котором участвует Бурат. Сход, перемещаясь вдоль барабана, поступает через канал 7 в сборник. Магниты имеют двустороннее расположение и помещены в коробках, которые с помощью шарниров могут поворачиваться на 90 градусов для очистки. Очистка магнитов производится не реже одного раза в смену. На некоторых Буратах магнитные уловители устанавливаются и на входе в Бурат. Очистка и замена сид производится путем снятия рамок с каждой грани барабана. Производительность Бурата от 1,5 до 3 тонн в час в зависимости от продукта. Габаритные размеры 2900 на 856 на 1810 мм. Кроме Бурата ПБ 1,5 в промышленности применяются Бураты ПБ 2,85, различающиеся только площадью сид. Недостатком Буратов является неполное использование ситовой поверхности барабана. Рабочий является только 1,6 максимум 1,4 часть всей поверхности барабана. Попадание продукта в сход при перегрузке, забивание сид и низкая удельная производительность являются также недостатками Буратов. Сита крахмального производства. Просеивание происходит при условии относительного перемещения ситовой поверхности и частиц продукта. Кроме относительного перемещения частицы сита должна еще существовать сила, которая заставит частицу пройти через отверстия. Этой силой может быть притяжение Земли, гравитационная сила. Сила, возникающая вследствие центробежного ускорения и комбинация этих сил. В крахмальном производстве используются ситовые аппараты с подвижной ситовой поверхностью, сотрясательное сито, ротационное конусное сито, центробежно-лопастное сито и с неподвижной ситовой поверхностью, дуговое сито. Для одиночной сухой достаточно маленькой частицы в каждом случае можно более или менее точно, теоретически определить действующие силы и траекторию движения по ситу. Если частиц много и они движутся слоем, задача усложняется, поскольку появляются силы взаимодействия частиц, а условия ситования изменяются в ходе процесса. Так как из-за просеивания толщина слоя изменяется. Если же ситованию подвергаются суспензии, то положение осложняется еще больше, так как уже многие величины делаются переменными. изменяются соотношения жидкой и твердой фазы, коэффициенты трения продукта о сетку, силы взаимодействия частиц и т.д. Все расчеты ситовых аппаратов основываются на эмпирических зависимостях. Не трудно заметить, что ситовые аппараты, в которых частицы находятся под действием центробежных сил, имеют много общего с фильтрующими центрифугами. Разница между ними носит только количественный характер. В центрифугах через фильтрующую перегородку стремятся удалить жидкую фазу, с возможно меньшим содержанием взвеси. При ситовании в фильтрат уходят и взвешенные частицы размера, определяемого отверстиями в перегородке. В крахмалопаточной промышленности ситовые аппараты применяются для выделения из крахмального молока крупной и мелкой мезги, зародыша и промывания их. Сотрясательные ситы являются машинами с подвижной ситовой поверхностью. Сита этого типа в настоящее время применяются почти исключительно на небольших картофель-перерабатывающих заводах для рафинирования крахмального молока и промывания мелкой мезги. Сотрясательная сита типа SR1 имеет следующие основные части. Каркас 1, привод 3 с электродвигателем 2, раму 6 с бортами 7, сетовую деревянную рамку 11, деревянные плоские пружины 10, ороситель 5, приемное устройство 9 для мезги, поддон 8 для молока и приводные пружины 4. Вал привода вращается от электродвигателя через клиноременную передачу. На концах приводного вала имеются эксцентрики, соединенные с приводными пружинами, которые другим концом прикреплены к раме сита. Сита совершает на пружинах вынужденные колебания с амплитудой 10 мм. Ситовые рамки вставляются в паз между рамой и бортами и зажимаются специальными зажимами. Рамок 2. Ситовая рамка в зависимости от назначения сита обтягивается пробивными, саржевыми или капроновыми сетками. Ситовые рамки для промывных операций делаются с поперечными глухими коробками-катарактами. Оросители устанавливаются таким образом, чтобы струи воды попадали в катаракты. По длине сита делают 4-5 катаракт. Наличие катаракт создает многоступенчатость промывания и улучшает его. Производительность сита может быть определена для различных операций по оптимальным нагрузкам на 1 квадратный метр ситовой поверхности. Нагрузка на квадратный метр ситовой поверхности сотрясательного сита в тоннах перерабатываемого картофеля. Первое и второе рафинирование 0,6 тонны на квадратный метр час. Первое и второе промывание мезги полторы тонны на квадратный метр час. Надежность работы сотрясательных сит зависит от качества пружин. Наилучшим материалом для пружин является дуб, затем бук и береза. Пружины делаются не из пиленых досок, а из отщипов. Барабанно-струйные сита. Характерной особенностью сит этой группы являются вращающийся барабан в виде усеченного конуса и оросительная система, смонтированная внутри барабана. И иногда вращающиеся с некоторой разностью в скорости по сравнению с барабаном. Сита типа БСК имеет следующие основные детали и узлы. Станину 11, корпус сита 7 с крышкой 2, на которой смонтирована питающая труба 1. Ситовой перфорированный барабан 4, укрепленный на полом валу 10, вращающемся в подшипниках качения 9. Ороситель 5, укрепленный на втором полом валу 6, вращающемся в своих подшипниках 8 и 12. На оросителе укреплен и вращается вместе с ним питающий конус 3. Внутри станины 11 установлен электродвигатель 16, на шарнирной платформе 15. Вращение передается клиноременной передачей на шкивы барабана 13 и оросителя 14. Ситовой барабан по образующим разделен накладками на 6 частей. Накладки образуют пазы типа ласточкин хвост, в которые вставляются ситовые рамки. Ситовые рамки в зависимости от назначения сита обтягиваются пробивными, шлицевыми, саржевыми или капроновыми сетками, образуя ситовую поверхность. Продукт поступает через питающую трубу в питающий конус. Крахмальное молоко поступает через ситовую поверхность в корпус сита и отводится через специальное отверстие. Надситовой продукт сходит с сита в приемную часть корпуса и выводится из нее через отверстие вниз. Продукт на ситовой поверхности промывается водой или слабым молоком, поступающим в вороситель по внутреннему полому валу. Как видно из чертежа и описания, сита БСК по существу является непрерывно действующей фильтрующей центрифугой. Техническая характеристика сит типа БСК представлена в таблице на слайде. Производительность сит БСК-100 и БСК-200 на картофельной кашке принимают соответственно 100 и 200 тонн картофеля в сутки. Барабан сито БСК-100 выполнен из черной стали. Сито БСК-200 из нержавеющей. Станиный корпус у обоих сит литые, чугунные. Сито типа БСК не нашли широкого применения на кукурузокрахмальных заводах и используются преимущественно для отмывания крахмала из картофельной кашки после картофеля терок и перетира, где также постепенно заменяются другими ситами. Это объясняется рядом недостатков конструкции. Наборная из рамок ситовая поверхность обуславливает образование неровностей в местах пришивания сеток. Эти неровности поднимают продукт в воздух. Замена ситовой поверхности трудоемкая работа, причем нужно тщательно следить, чтобы каждая рамка вернулась на свое первоначальное место, иначе сито может быть разбалансировано. Наблюдаются случаи нафуговывания продукта при сокращении подачи промывной воды. При этом возникает сильная вибрация всего аппарата. Ближний к барабану подшипник внутреннего струйного вала часто выходит из строя, а для его замены требуется полностью разобрать сито. Шелковые и капроновые сетки быстро изнашиваются, расход ситовых тканей высокий. На кукурузок-рахмальных заводах приемник для мезги быстро изнашивается под абразивным воздействием продукта и коррозии из-за присутствия в продукте оксида серы. Целью устранения недостатков сит БСК была разработана новая конструкция БССМ-100. По сравнению с БСК внесены следующие основные изменения. Ситовая поверхность 1 образуется не рамками, а специально выкраиваемым сплошным усеченным конусом из пробивных металлических тканых или плетеных сит или из капроновой сетки. Этот конус целиком вставляется в ротор, ложится на подситник и крепится в торце шайбой с гайкой, навинчиваемой на ступицу ротора, а по большому диаметру зажимается под резиновое кольцо. Питание ситы осуществляется через окна 2 в торцевом диске барабана. Ороситель 3 смонтирован на крышке корпуса 4 и приводится во вращение от своего электродвигателя 5. Ротор вращается как вентилятор в сторону вогнутости лопастей. Под действием центробежной силы продукт движется к периферии ротора. Молоко отфильтровывается через сетку. Для защиты фильтрующей сетки от повреждения случайными грубыми включениями на ней в сетовой рамке крепится предохранительная сетка. Техническая характеристика сета БССМ-100 представлена в таблице на слайде. Центробежные лопастные сета выпускаются двух типоразмеров CLS-100 и CLS-K200. Разрез сита CLS-K200 вы видите на слайде. Исходный продукт поступает через питающий канал 1 в крышке 2, открывающийся на шарнирах. Центробежные лопастые сета предназначаются для обработки продуктов кукуруза и картофеля перерабатывающего производства. Для тех процессов, где возможно использование металлических пробивных сет с круглыми или щелевидными отверстиями. С появлением щелевых сет с малыми отверстиями при относительно большом живом сечении возможность применения этих сет расширяется. Центробежные лопастные сета по сравнению с другими сетами отличаются большой удельной нагрузкой на сетовую поверхность и высокой степенью обезвоживания надрешетного продукта. Благодаря последней особенности, эти сета широко применяются для обработки картофельной кашки перед перетиром и последнего сетования крупной мезги. Сета отличаются механической надежностью, обслуживание и ремонт не затруднительны. Техническая характеристика центробежно-лопастных сет представлена на слайде в таблице. На промывании картофельной кашки и обезжиривании картофельной мезги производительность СИД ЦЛС-100 и ЦЛСК-200 принимают на уровне соответственно 100 и 200 тонн картофеля в сутки. Фактическая производительность СИД больше. Картофельная мезга обезвоживается до влажности 80-90%. Мы рассмотрели технологическое оборудование для сетования с подвижной поверхностью сита. Оборудование для сетования с неподвижной поверхностью сита будет рассмотрено в следующей лекции. Вы можете посмотреть ее, перейдя по ссылке в описании или нажав на плашку вот здесь. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.